Библейский портал экзегет.ру представляет Тайны, которые он больше всего и хотел знать О будущей судьбе Израиля Израиль в это время, согласно книге Находится в Вавилонском плену Он подчинен, он унижен Иерусалимы с храмом разрушены И когда же это все прекратится И было после семи дней Видел я ночью сон Поднялся ветер с моря, чтобы Возмутить все волны его Я смотрел, и вот вышел крепкий муж с воинством Небесным, и куда он не обращал лицо свое Чтобы взглянуть, все трепетало, что виднелось Под ним, и куда не выходил голос Из уст его загорались все Которые слышали голос его, подобно тому Как тает воск, когда почувствует огонь Ну вот до этого у нас в 12 главе Было описание страшного Такого Птицеобразного существа Орла с 12 крылами И тремя головами И это такая мировая империя Которая крайне жестока А здесь выходит человек Как в книге Даниила Человек после этих звероподобных империй Это народ Израиля Но здесь человек с силой, с властью Во главе воинства небесного После этого видел я Вот собралось множество людей Которым не было числа Четырех ветров небесных Чтобы преодолеть этого мужа Который поднялся с моря И видел я его Такой человек Который сменяет зверя После всего видел я Что все, которые собрались победить Его очень испугались И однако же Осмелились воевать Он же, когда увидел стремление Идущего множества Не поднял руки свои Ни копья не держал Никакого оружия воинского Но только, как я видел Он испускал из уст своих Как бы дуновения огня И из губ своих Как бы дыхания пламени И с языка своего Пускал искры и бури И все это смешалось вместе И дуновение огня И дыхание пламени И сильная буря И стремительно напал Он на это множество Которое приготовилось Сразиться и сжег всех Так что ничего не было видно Из бесчисленного множества Кроме праха И только был запах от дыма Увидел я это и устрашился Вот победа, которая дается чудом Да, такая военная Могучая победа После всего я увидел Того мужа, сходящего с горы И призывающего к себе Другое множество мирное И многие приступали к нему Иные с лицами веселыми А иные с печальными Иные были связаны Иные их приносили Вот тоже непонятно, что будет Может быть тоже что-то страшное Я изнемог от великого страха Пробудился и сказал Ты от начала показал работу Твоему чудеса си И судил меня достойным Чтобы принять молитву мою Покажи же мне и значение сна сего Потому что, как я понимаю разумом Моим горе тем Которые оставлены будут до тех дней А еще более горе тем Которые не оставлены Ибо те, которые не оставлены Были печальны Теперь я понимаю, что то, что отложено На последние дни Встретит их Но и тех, которые оставлены Потому они пришли в большие опасности И большие затруднения Как показывают эти сны Но легче находящемуся в опасности Потерпеть это Нежели перейти подобно облаку Из мира сего И не видеть того, что будет В последние времена То есть, что-то такое страшное До чего и дожить не хочется С другой стороны Умирать не хочется Пока это не пришло Вот он в растерянности Он, ну у нас есть ангел Урил, который с ним постоянно беседует Он отвечал мне и сказал И значение видения Я скажу тебе О чем ты говорил Открою тебе Так как ты говорил О тех, которые оставлены То вот объяснение Кто выдражит опасность В то время Тот сохранил себя А которые впадут в опасность Это те, которые имеют дела И веру во всемогущего И так знают Что те, которые оставлены Блажен не умерших Значит, это встретить живым Хорошо Вот объяснение видения Так как ты видел мужа Восходящего из середины моря Это тот, которого Всевышний Хранит многие времена И который самим собой Избавит творение свое И управит тех, которые оставлены Вот мессианская фигура Мессианское пророчество То есть, мессия Это не просто некий праведный царь Очередной из длинного списка Но кто-то предвечный Или по крайней мере Из дни древних И, конечно же, в христианстве Мы поймем именно так Иисуса Христа Как не просто какого-то праведника Но как приход того Кто был от начала времен И прежде сотворения мира Вот здесь уже это представление есть Некоторые считают Что третья книга Ездра Написана христианами Я не думаю, что это так Но она родилась В той же интеллектуальной Духовной среде Которая породила и христианство А что довел Исходивший из уст его Как бы ветер, огонь и бурю И что он не держал Ни копья и никакого воинского оружия Но стремление его поразило множество Которое пришло, чтобы победить его То вот объяснение Вот наступают дни Когда Всевышний Начнет избавлять тех Которые на земле И приведет в изумление Живущих на земле И будут предпринимать войны Одни против других Город против города Одно место против другого Народ против народа Царство против царства Когда это будет Явится знамение Которое я показал тебе прежде Тогда откроется сын мой Которого ты видел Как мужа восходящего Ну то есть Не в военной мощи победа Она в чем-то другом Здесь это показано Как вот Такое Соединение огня Воды Вот сверхъестественные Какие-то силы Ну Наверное Надо понимать Это так Что действительно Не С помощью вооружения Будут разгромлены Все эти Силы И когда все народы Услышат глаз его Каждый оставит войну В своей собственной стране Которую они имеют Между собой Ну то есть Есть междуусобица Да Постоянно кто-то С кем-то враждует И соберется в одно собрание Множество бесчисленное Как бы желая идти И победить его Он же станет Наверху горы Сиона И Сион придет И покажется Всем приготовленной И устроенной Как ты видел гору Из войны и без рук То есть Сион Как новый Иерусалим Не строение Созданное Человеческими руками Это будет Опять-таки В Новом Завете Особенно в Откровении Анна Богослова Небесный Иерусалим Сын же мой Обличит нечестие Изобретенные этими народами Которые своими Злыми помышлениями Приблизили бурю И мучения Которыми они начнут Мучиться Которые подобны огню И он истребит их Без труда законом Которые подобны огню Ну вот Как раз Это мессианская фигура Она будет действовать Не силой А словом А что ты видел Что он собирал К себе другое Мирное общество Это 10 колен Собственно Израильский народ Причем Отделенные Его часть Иудеи И Венеамитяне Которые к ним Очень близки Находятся В основном В плену Вавилоне А 10 северных Были выселены Ассирийцами Раньше и дальше Это 10 колен Которые отведены Были пленными Из земли Своище В одни царя Осии Которого отвел В плен Салмонасар Царь Ассирийский И перевел Их за реку И переведены Были в землю Иную Они же положили В совете своем Чтобы оставить Множество язычников И отправиться В дальнюю страну Где никогда Не обитал род Человеческий Чтобы там Соблюдать законы Свои Которых они Не соблюдали В стране своей Вот представление О том Что 10 колен Где-то присутствуют Потом очень долго Будут их искать Не найдут Но Вот может быть Они где-то Сохраняются В каких-то там Дальних Уголках земли Не обитаемых До сих пор Тесными входами Подошли они К реке Ефрату Ибо Всевышний Сотворил тогда Для них чудеса И остановил Жилы реки Доколе они проходили Ибо через эту страну Шли они долго Полтора года Эта страна Называется Арсарев Ну в общем Это не соответствует Насколько нам Известно Исторической действительности Книга все же Не каноническая Да и вообще Она где-то На пороге Библии Она в Библию Входит только В русской традиции Даже у греков Ее там нет Так живи они До последнего времени И ныне Когда они начали Приходить Всевышний снова Остановит жилы реки Чтобы они могли пройти Потому ты видел Множество мирное Но которые Отставлены от народа твоего Это те Которые находятся Внутри пределов моих Ибо когда начнет Он истреблять Множество Собравшихся Вместе народов Он защитит народ свой Который останется И тогда покажется Им множество чудес Ну тоже Понятно Вот это возвращение Оно связано С некоторым разделением И Вот кто-то Вернется Кто-то останется Я сказал Владыка Господи Объясни мне Для чего я видел Мужа восходящего Из середины моря И он сказал мне Как не можешь ты Исследовать И познать того Что во глубине моря Так никто не может На земле видеть Сына моего Не тех Которые с ним Разве только Во время дня его То есть во время его прихода Да вот Он присутствует В этом мире Но некоторым Таинственным образом Вот истолкование сна Который ты видел О котором ты один Здесь просвещен Ты оставил дела твои И упражнялся в законе моем И взыскал его Ибо жизнь твою Ты устроил в мудрости И рассудительность Назвал твоей матерью Потому я показал тебе Воздаяние у Всевышнего После трех дней Я покажу тебе другое И открою тебе важное И чудное Тогда я пошел И вышел в поле Много славия Благодаря Всевышнего За чудеса Которые он совершил По временам И что он управляет Настоящим И что произойдет Во времена Я сидел там Три дня У нас остается Еще одно видение В шестнадцатой главе Которое Будет как бы Завершающим Которое Подведет итог Всему тому Что сказано Ну а Пока вот Можно отметить Что в тринадцатой главе Это представление о Мессии Связано с Мыслью о Мессии Которая уже присутствует В этом мире Но просто Некоторым таинственным образом И будет открыт И вот Это близко Конечно К тому Что мы читаем В Евангелии И к христианской вере Предвечное Существование Второй Ипостаси Троицы Как мы это называем На своем языке Здесь это названо Другими абсолютно словами Но мысль Та же самая Что Мессия Вот этот великий царь Существует Прежде всего остального Просто в какой-то момент Он явится Может быть Вот это одно из тех Мест Где мы видим Как мир еще Ветхого Завета Приближается к Новому Завету Как в нем уже есть Эти идеи Представления Ожидания Но нет пока Конкретики Которая Появится Конечно Только в Евангелии Субтитры создавал DimaTorzok